Всем привет! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Оксана, я мама, у меня двое детей, младшему ребенку год и три месяца, и сегодня я вам расскажу о том, какие вещи облегчали мне жизнь в первый год жизни ребенка, потому что первый год жизни, естественно, тяжелый, и, как каждая мама, я начинала думать о том, как облегчить свою жизнь, какие вещи мне в этом помогут, и я сегодня вам об этом расскажу. Если вам интересно, пожалуйста, продолжайте смотреть. Первое, с чего хочу начать, это люлька-баунсер от Тинни Лаб. Мне она очень помогла, она мне очень пригодилась. Когда стал вопрос о том, какую купить люльку, либо шезлонг, или качельку ребенку, нам исполнилось на тот момент уже месяц, чтобы ребенок всегда был под моим присмотром, хотелось его все время видеть, да, то ли на кухле, то ли в какой-то другой комнате, не бегать к нему постоянно в спальню, и я начала искать и смотреть, что же мне купить. Я остановилась на этой люльке, потому что она раскладывается полностью в горизонтальном положении, для меня это было очень важно, потому что ребенок должен лежать, а не сидеть в полусидячем положении. Там есть игрушки, которые вешаются, их можно менять, играет музыка, все это снимается, стирается, очень удобно. Там есть три положения, сидячее и полусидячее положение. Она не качается автоматически, ее нужно подкачивать, можно качать ногой, можно качать рукой, уже как вам удобно. Есть также функция вибра, но мы почему-то практически не пользовались. Очень удобная вещь, действительно она облегчает жизнь. У меня ребенок в этой люльке пробыл до 10 месяцев, сначала мы в ней лежали, спали, наблюдали за игрушками, включали и музыку. Очень хорошая есть мелодия спокойная, под которую у нас Саша всегда засыпала. Затем, когда чуть подросли, уже в полусидячем положении в ней находились, и когда уже начали водить прикорм, очень удобно было кормить в этой люльке ребенка. Есть ремешки безопасности, которыми ребенок пристегивается, и можно не беспокоиться о том, что он куда-то выпадет с этой люльки. Затем, когда уже Саша подросла и начала потихоньку ползать и ходить, естественно мы в ней не лежали, а только кушали в этой люльке. И в 10 месяцев я решила ее продать и очень быстро даже продала, потому что действительно очень хорошая вещь, которая облегчает маме жизнь. Следующее, о чем хочу рассказать, это защита в кровать. Когда я еще была беременна, думала о том, какую купить постельную, в кроватку ребенку защиту, но я ее купила уже после того, как родился мой ребенок. Саша у меня родилась летом, в июле месяце, было очень жарко, и я подумала о том, что мне не стоит одевать защиту в кроватку, потому что и так жарко, и ребенку нечем дышать. И для того, чтобы как можно больше воздуха поступало в кровать, я не одевала сразу эти бортики, я их даже сразу не покупала. Купила я их уже где-то на втором месяце жизни, одела, я не поняла, для чего они мне нужны. Смотрится, конечно, все красиво, замечательно, очень уютно ребенку, но до того момента, пока ребенок не начал крутиться в ванеже. Когда я постирала эту защиту, я поняла, насколько она действительно помогает, потому что ночь была у нас ужасная, так как у ребенка постоянно у него вываливались руки и ноги, выпадала соска с манежа, ее приходилось искать. И поэтому, если у вас есть защита, то лучше их иметь две. На тот случай, если вы постирали одну, то можете одеть вторую и не беспокоиться о том, что ваш ребенок будет биться головой, либо у него будут постоянно вываливаться руки и ноги с этого манежа. Следующее, что хочу показать, это пледы. Пледы, когда я готовилась к рождению ребенка, естественно, я думала, что мне одеть на выписку ребенку в роддом, потому что это было лето и не знаешь, какая будет погода. Поэтому меня мучил вопрос, что одеть ребенку. И я нашла такой вариант, я подумала, что мне пригодится плед. Я смогу закутать его, если это будет холодно, да, и могу его снять, если будет жарко. На протяжении года у меня был не один плед, у меня есть вот такой вот вязанный плед, мы его брали в роддом на выписку. Потом есть вот такое одеяло, очень удобно, мы этим одеялом практически пользовались всегда, когда гуляли на улице. Оно вот такое плюшевое, мягкое, очень оно нам нравится. Также у меня есть плед, которым я укрываю ребенка до сих пор. Это вот такой пледик от Карамель. Он очень тоже такого хорошего качества, приятный на ощупь. И я им ребенка укрываю на ночь, когда он спит. Летом я его укрывала только этим пледом, затем, когда похолодало, я укрывала его пледом еще дополнительно и одеялом. Я считаю, что пледы очень-очень удобно. Его можно всегда тоже постелить, если даже вы куда-то идете, накрываете ребенка в коляске этим пледом. Мы ходили в больницу тоже, доставали для того, чтобы ребенка раздеть на пеленальном столике, можно было постелить плед, либо где-то в гостях тоже можно всегда его расстелить. Закутать ребенка, если холодно, он не занимает много места в коляске, если он у вас там лежит постоянно. Поэтому для меня плед тоже была очень такая замечательная вещь. Дальше. В 5 месяцев, когда у нас у Саши начался насморк, естественно, эти сопли начинают густеть. Их невозможно, у ребенка с носика, невозможно почистить нос, потому что ребенок не может сам еще высмаркивать их. Груша, которая у нас была, она нам не помогает. Она только в самом начале вытягивает эти сопли. И я начала думать о том, как помочь ребенку. Потому что ночами он не спит, естественно, нос у него не дышит. И я нашла в интернете, мама писала отзывы, это вот такой вот отрывин. Очень замечательная штука. Вот так вот она выглядит. Здесь вот такая трубочка. И вот такая насадка. Насадки вот эти, они меняются. Их в комплекте идет 3 штуки. Закапали нос ребенку аквамарисом. Подождали несколько минут. И можно очистить носик вот этой вот трубочкой. Очень удобно. И мы пользуемся до сих пор. Конечно, Саша у нас ее не любит, эту трубочку. Но в плане того, что очистить нос, чтобы не было соплей, чтобы ребенок дышал, очень замечательная вещь. Я рекомендую. Если у вас есть ребенок, и вы не знаете, как ему помочь при насморке, то обязательно воспользуйтесь вот такой штукой. У меня здесь еще есть вот такие вот насадки тоже дополнительные. Они также продаются отдельно. Их нужно купить, если у вас они закончились. Покупали мы его в прошлом году. Он стоил тут 150 гривен. Сейчас я не знаю, сколько он стоит. Возможно, дороже. Но вещь действительно очень нужная. В любой аптечке я считаю, что просто незаменима. Следующая вещь, о которой хочу рассказать, это мобиль. Мы покупали мобиль от Fisher Price. У нас мишки, которые крутятся. Мишки, конечно, не очень яркие, как хотелось бы. Но по своим функциональностям, в принципе, мобиль нам понравился. Включаем музыку ребенку, когда он не спит, когда он играется. Мишки крутятся, играет музыка, ребенок наблюдает за ними. Ему интересно. Также, если мы ложим спать Сашу, включаем ей спокойную музыку. Она тоже смотрит на мишек. Там же есть встроенный проектор. Если света нет, в комнате темно, то на потолке у нас бабочки светились. Музыка тоже очень приятная. Не вся, но есть приятная музыка, которую приятно слушать было и ребенку, и нам, в принципе. Поэтому мобиль на дистанционном управлении тоже. Можно лежать просто на кровати и повторять мелодии, либо переключать. Очень удобно. Дальше. Следующее. Это когда у ребенка начинаются колики. До 5 месяцев, даже чуть больше, до 5,5, наверное, у нас были колики. На протяжении всего этого времени мы пробовали разные средства. Такие, как эспумизан, инфокол, бобинос. Но больше всего нам подошел инфокол. Вот такое вот средство. У меня осталась сейчас только бутылочка. Мы его сейчас уже, бутылочку используем не по назначению. Вот здесь вот такая пипетка. Очень удобное, очень экономное средство. Мы его давали не по инструкции, как написано. Каждый раз после кормления, либо до кормления. Мы давали 2-3 раза в день. Нам этого было достаточно. Действительно, коликов было намного меньше. Либо они были не такие болезненные. Поэтому нас оно спасало. И ночью ребенок стал спокойнее спать. И днем тоже он был намного спокойнее. Да, они его не так беспокоили, эти колики. Также немаловажно для нас было автокресло. Сначала, пока мы никуда не ездили, и на какие-то дальние расстояния, если это где-то по городу, то, в принципе, мы не пользовались автокреслом. Мы не видели в этом необходимости. Мы думали, что если покупать автокресло, то уже после года. Потому что до года мы старались никуда далеко не выезжать с ребенком. Пришел тот момент, когда нам нужно было поехать на море летом. Саше уже исполнился год. И возник вопрос о покупке автокресла. И нам автокресло просто дали. Дали, сказали, что нужно им попользоваться, пока ребенок не подрастет. Потому что людям оно уже было не нужно. Когда мы ехали на море, дорога длинная. Это порядка 8 часов. Я посадила туда Сашу. У Саши было море восторга. И какое-то время она сидела в этом автокресле. Ребенок пристегнут. И самое главное, это безопасность уже ребенка. Потому что на дороге разные ситуации случаются. И когда ребенок ваш сидит в автокресле, он пристегнутый. Это намного безопаснее. Либо когда он сидит у вас на руках. Когда Саша сидит в автокресле, естественно, я могу сидеть спокойно. В расслабленном состоянии. То ли когда она сидит у меня на руках. Или она просто крутится по всей машине сзади. Ей нужно что-то трогать, что-то делать. Как-то ходить, либо стоять. И постоянно переживаешь о том, что ребенок не в автокресле. И он не пристегнутый. И когда тоже она спит. Ей так удобнее, ей так комфортнее. Поэтому я считаю, что автокресло, оно просто необходимо. Это очень нужная вещь. И для безопасности ребенка. И для вашей безопасности. Потому что вам проще так будет ехать. И ребенку тоже намного удобнее будет. Вы его посадили. Он сидит. Что-то дать ему в руку. Он будет чем-то играться. Будет на что-то обращать внимание. Возможно, на дороге его как-то отвлекать. Конечно, он не будет сидеть долго. Но какой-то промежуток времени все равно он проведет в этом автокресле. Поэтому я считаю, что автокресло, оно просто необходимо. Необходимо его, возможно, приобрести. Даже если нет такой возможности его купить. Может быть, попросить у кого-то у знакомых. Если вы куда-то едете далеко. Потому что вы потом скажете спасибо этому автокреслу. Я вам рассказала о тех вещах, которые мне помогали. Помогали мне на протяжении первого года. Я могу только посоветовать. Потому что это мой опыт. Выбирать уже вам, что покупать, а что нет. Поэтому на этом все. Я буду заканчивать. Спасибо вам за то, что смотрите меня. Подписывайтесь на мой канал. Буду очень рада. Всем пока. До новых встреч.